Библейский портал экзегет.ру представляет И дальше идет перечень имен Но третья глава, она рассказывает В общем-то о том же самом, но уже про левитов Вот первые две главы, это войско Оно описывается именно как войско Он же народ Израилев По своим племенам, по родам Они расположены в определенном порядке В лагере они останавливаются Кто на западной, кто на восточной, северной, южной сторонах В поход выступают кто первым, вторым и так далее А левиты, они при Скинии, при Шатре Ну, что про левитов? Вот третья глава Вот потомки Аарона и Моисея Аарон и его брат, соответственно Жившие в то время, когда Господь говорил с Моисеем на горе Синай Имена сыновей Аарона Надав, первенец Аарона, Авиуд, Элязара и Тамар Это сыновья Аарона, они были помазаны в священники И назначены для священнического служения Ну, Аарон у нас первый священник Соответственно, священство в Ветхом Завете потомственное Это сыновья Аарона, они были помазаны в священники И назначены для священнического служения Надав и Авиуд умерли в Синайской пустыне пред Господом Когда принесли для служения Господу чуждый огонь Детей у них не было Что за чуждый огонь, на самом деле никто толком не знает Скорее всего, имеется в виду какой-то языческий огонь Ну, то есть, они взяли от языческого, может быть, капища И принесли огонь И вот за смешение языческого с культами единого Бога Ну, наверное, они и были убиты Но мы толком ничего не знаем Значит, они потомство не оставили Илиазар и Тамар стали служить священниками Еще при жизни Аарона, отца своего Господь сказал Моисею Призови премьер Левия и поставь их под начало священника Аарона Пусть они прислуживают ему И за Аарона, и за всю общину Они должны нести службу у шатра встречи Должны выполнять все работы при скинии Неся службу за всех сынов Израилевых Они отвечают за все принадлежности шатра встречи И выполняют работу при скинии Ну, то есть, вот, это общеизраильская святыня Ну, вот, левиты те, кто непосредственно ей занимаются Отдай левитов под начало Аарона и его сыновей Левиты отданы ему из числа сынов Израилевых Поручи Аарона и его сыновьям нести священническое служение Если же к святыне приблизиться посторонний Его следует предать смерти Вот, как сурово, да То есть, граница между священным и обычным Она такая граница Ну, как в Берлине между западным и восточным Социалистические времена Ее пересечения караются смертью Господь сказал Моисею Я беру левитов и числа сынов Израилевых Я забираю их себе взамен первенцев Израилевых Взамен первого плода материнского чрева Левиты будут моими, ибо всякий первенец мой Когда я уничтожил всех египетских первенцев Я отделил и осветил для себя всех первенцев Израиля И первенцев людей, и первенцев скота Они принадлежат мне, я Господь Смотрите, здесь очень важный принцип для Ветхого Завета Первенец, то есть, перворожденный мальчик Ну, или животное мужского пола Принадлежит Богу Следующие дети, или первая девочка Они ему не принадлежат В каком смысле? А вот, как бы, родители не имеют на них права Как же это? А что же их, куда их заберут? А никуда Просто есть два объяснения Значит, во-первых, когда Господь выводил израильтян из Египта То были уничтожены все первенцы египтян Да, а первенцы израильтян отделены И в этом смысле они уже Божьи Бог их помиловал, не стал их уничтожать Как египетских Поэтому они его А второе объяснение Левиты, вот, собственно, и есть Что называется, замена этих первенцев Ну, невозможно отбирать в каждом доме В каждой семье первого рожденного мальчика Поэтому Господь заранее отбирает племя левитов Которое становится его племенем Его коленом Оно не занимается всем, чем занимаются обычные люди А занимается исключительно священнослужением Ну, а первенцы остаются в своих домах Господь сказал Моисею в Синайской пустыне Перепиши потомков левия про дам и семьям Перепиши всех потомков левия мужского пола Старше одного месяца Вот только что мы читали, что их не переписывали Потому что это была общая перепись Они отдельно А вот теперь их переписывают И Моисей по указанию Господа Переписал их так, как ему было велено Вот имена сыновей левия Гершон, Кихата, Мирари Вот имена сыновей Гершона Левнейшими и с их родами Сыновя Кихата, Амрам, Ицхар, Хеврон и Узел С их родами С их родами, ну то есть От каждого произошел отдельный род, носящий его имя Сыновья Мирари, Махли и Муши С их родами Таковы семьи и роды потомков левия От Гершона происходит род левия и род шимия Эти роды потомков Гершона В них было переписано 7500 потомков Гершона Мужского пола старше одного месяца Роды потомков Гершона должны располагаться Позади Скинии, на запад от нее Вождь потомков Гершона Илья Сав, сын Лаэл Обратите внимание, что тоже Их подразделение привязано к географии Как и собственно колено племена Израилева Тоже расположены по определенным сторонам света Обязанности потомков Гершона При шатре встречи таковы Они отвечают за Скинию, шатер, его покрытие Полок на входе в шатер встречи Завесы двора, посреди которого стоит Скинии, жертвенник Полок на входе во двор и веревки Они выполняют всю необходимую при этом работу Скинии это шатер, вокруг него еще забором Огороженный двор и полок Это то, что вместо двери Открывается, поднимается наверх От Кихата происходит рот Амрама Рот Ицхара, рот Хеврона и рот Узиэла Это роды потомков Кихата В них было переписано 8600 потомков мужского пола Старше одного месяца Они отвечают за священные предметы Роды потомков Кихата должны располагаться на юг от Скинии Священные предметы, но дальше будут перечислены Вождь потомков Кихата Элицафан, сын Узиэла Они отвечают за ковчег, стол, светильник, жертвенники Используемые в богослужении и священный утварь А также за завесу Они выполняют всю необходимую при этом работу Верховный вождь племени Ливия Элиазар, сын священника Орона Под его началом находятся те, кто отвечает за священные предметы От Мирари происходит род Махли и род Муши Это роды потомков Мирари В них было переписано 6200 потомков мужского пола старше одного месяца Вождь потомков Мирари Цурел, сын Авихайла Они должны располагаться на север от Скинии Потомки Мирари хранят рамы Скинии, перекладины, столбы, опоры и все принадлежности Они выполняют всю необходимую при этом работу Они отвечают также за столбы вокруг двора Их опоры, колышки и веревки Вот очень четкое распределение полномочий Вплоть до колышков и веревок Кто конкретно за что отвечает А не так, как это часто бывает в жизни Когда все отвечают за все А никто конкретно ни за что и не собирается Перед Скинией на восток от шатра встречи Должны располагаться Моисей, Ирон и его сыновья Ну, то есть, самые главные люди Они несут за всех сынов Израилевых службу в святилище То есть, они священники Левиты вокруг, они занимаются хозяйственными делами Раскладывают эти все Вбивают колышки, натягивают пологи и прочее, прочее, прочее А вот священнослужение – это Арон и его сыновья Ну, и Моисей, который вообще вне всех категорий Он там чем хочет, тем и занимается Если же к святилищу приблизиться посторонне Его следует предать смерти Вот как жестко охраняется эта граница священного Согласно переписи, которую привели Моисей, Ирон По указанию Господа, у левитов, парадамов Насчитывалось 22 тысячи человек мужского пола Старше одного месяца Господь сказал Моисею Перепиши у сынов Израилевых всех первенцев мужского пола Старше одного месяца Определи их число Я Господь, возьми мне левитов Взамен первенцев сынов Израилевых А скот левитов Взамен первенцев скота у сынов Израилевых Ну, мы уже это видели Да, объяснение То есть левиты — это Те, кто становятся господними Хотя, вот, собственно, после исхода из Египта Должны были быть все первенцы Но это трудно осуществить Поэтому левиты заменяют этих самых первенцев Моисей, как и повелел ему Господь Переписал всех первенцев у сынов Израилевых Первенцев мужского пола Старше одного месяца Насчитывалось 22 тысячи 273 человека Ну, а скот можно Особенно и не считать А дальше вот интересно Оказывается, что Счет-то не сходится Левитов не столько же, сколько первенцев Что делать? Господь сказал Моисею Возьми левитов Взамен первенцев сынов Израилевых А скот левитов Вместо скота сынов Израилевых Левиты будут моими Я Господь А так как первенцев сынов Израилевых На 273 человека больше, чем левитов Какая точность, да? То возьмите за них выкуп За каждого по 5 шекелей В шекелях святилища В каждом шекеле 20 гер Ну, имеется в виду Некоторая единица веса Шекель Обычно шекель это 10 грамм С небольшим Но иногда говорят, что шекель и святилища Это двойные шекели Гера, соответственно Это часть шекеля Совсем небольшая Да, полграмма или грамм И взвешивали серебро Тогда не было монет А деньги просто по весу Серебро по весу считалось Отдай эти деньги Этот выкуп Аарону Его сыновьям Моисей собрал выкуп За тех первенцев сынов Израилевых Которые не были заменены левитами 1365 шекелей серебра В шекелях святилища К указанию Господа Так велел ему Господь Моисей отдал это серебро Аарону и его сыновьям Ну, грубо говоря Это их доля за то Что они участвуют в служении И в дальнейшем, конечно, так и будет Что священники и левиты Они питаются вот от святилища То есть то, что люди приносят Богу Часть сжигается на жертвенники А часть, она отдается, собственно Им на их служение И дальше мы будем читать Четвертой главе о том Чем конкретнее заниматься будут Все вот эти вот левитские роды Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Довληм ẽ CD de Санкт-Roy hazır